МИГРАНТ НА ЗАПАСНОМ ПУТИ У российской власти всегда есть беспроигрышный способ отвлечения общественного внимания при угрозе серьезного обострения внутриполитической обстановки, считает журналист. Также же Ленин приводит цифры, указывающие на то, что трудовые мигранты играют значимую роль в российской экономике. Между тем, надо отметить, что мигранты в современной России не просто ее важнейший трудовой ресурс. Мало кто осознает, что они составляют как минимум 10% от всего занятого населения в РФ. Причем эти 10%, примерно 7-8 миллионов человек, закрывают те ниши в общественном производстве, а также частных домохозяйствах, которые не готовы заполнять собой россияне, либо из-за непрестижности тех или иных профессий, либо в силу неприемлемости условий труда, 12-часовой рабочий день с одним выходным или вообще без выходных, больничный и отпуск только за свой счет и так далее. Однако мигранты в современной России это не только ее трудовой, но еще и неисчерпаемый политический ресурс. Мигранты это политический ресурс, прежде всего для действующей власти. Сама тема мигрантов всегда используется властью, как только у нее возникают те или иные трудности, или она еще только опасается, что они могут возникнуть. В этих случаях тема миграции и межнациональных проблем, даже если в данный момент таковых нет, используется как дымовая завеса или инструмент перевода общественного внимания с неудач родного правительства на столь любимую большинством тему понаехавших. А значит, тему мигрантов пока можно отложить на будущее. Она у нас, как тот бронепоезд, всегда на запасном пути, пишет журналист. Напомним, что за последний год десятки трудовых мигрантов из Центральной Азии были задержаны в России по обвинению в причастности к терроризму. Однако правозащитники и эксперты единогласны в своей оценке о том, что все эти уголовные дела являются сфабрикованными. Я, если честно, читать умею. Ну так вот, насколько вы умеете, он очень будет наставлено.